Салем, Казахстан! Кроме того, Аганьдар, у нас новая новость из Алматы. Крупный поджог на рынке ЖТСУ. И в этих условиях, конечно же, мы не можем не вспомнить о пожарах, которые у нас проходят каждый год, каждый квартал. И вот эта вакханалия эпидемия пожаров на рынках, она уже ни у кого не оставляет сомнения, что Булат Назарбаев, Акимы, различные Акимы города Алматы продолжают свою варварскую политику хищническую по отношению к своему народу, по отношению к бизнесу. Опять пожары, опять захват земли, опять рэкет, опять рейдерство. Этим очень сильно славился Булат Назарбаев. Брат, старший брат Назарбаева. И ему очень сильно помогают, и в доле были Ахмеджан Исимов. Вот теперь это сейчас продолжается при Байбеке и так далее. Но что можно сказать? Можно только пожалеть мелкий средний бизнес, который становится игрушками в чьих-то крупных играх по захвату земель. Никто, конечно, никого не найдет. Преступники окажутся безнаказанными. Да, надо повышать пожарную безопасность, но слишком очень много пожаров на этих базарах в Алмате. Это говорит лишь о том, что кто-то хочет построить на этих землях другие рынки, отобрать у других олигархов. Одни олигархи Назарбаева дерутся с другими олигархами Назарбаева. А люди страдают. Люди покупают за счет, берут в кредиты. Вот мы вчера недавно брали же интервью у парня из Астаны, который раньше стоял на базаре, и у него сгорел товар. Он обанкротился. Человек вынужден был полностью разориться, распродать все. Остался с долгами перед Каспи-банком, перед БТА-банком, перед Каспи-банком, перед различными банкирами. И пошел работать, как на сейфу или на люди стоят, точно так же парень стоит в Астане сейчас возле базара Артем. Вот такая ситуация. Очень тяжело бороться с этой системой, пока у власти сидит тот, кто является братом для рэкетира, для рейдера Булата Назарбаева. У них вся семья такая. Булат Назарбаев ворует, отбирает земли, хозяйничает в Алматинской области. Для него Алмата и Алматинская область, особенно Каскеленский, Харасайский район, это как водщина, как личная фазенда. У него и свой личный судья есть. Его личная родная дочь является председателем Харасайского районного суда. Ну, что надо еще? Вот посмотрите еще, что у нас с рынками творится. Ну, ладно, там бардак, и до этого дела никому нету. У нас нету цивилизованных рынков. Но посмотрите, с чем торгуют рынки. Рынки – это пункты продажи китайских товаров. Получается, грубо говоря, Китай поставил сеть торговых точек, на которых продают свои китайские товары. Казахи заняты только вот этим. Казахская промышленность задавлена, погублена, разорена. Сначала Назарбаев ее разорил через спуск таможенных пошлин перед Китаем. А потом вступил в ОДКП, Таможенный союз, Евразийский союз. И открыл полностью еще и границы перед Российской Федерацией до предела, до такой степени, что они уже вклиниваются на все государственные тендера. И более того, на этих тендерах, кто знает проблему, проблематику, на сайте «Если гостендеров зайти», то там нет материалов на казахском языке. То есть вам нужно заполнять заявки, вы общаетесь с менеджером исключительно на английском и русском языках. На казахском языке нет. И об этом было много жалоб. Вот в этих условиях, получается, когда казахская промышленность искусственно задавлена, разорена, разграблена Назарбаевым, в этих условиях, конечно же, будет хозяйничать кто? Промышленность Турции на наших рынках, промышленность России, Белоруссии, Китая, Узбекистана и так далее. Чья угодно промышленность, но не казахская. Потому что и получается некому производить казахские товары. Вот просто элементарно у нас вот такая ситуация. нормальное, национальное, патриотическое правительство создало бы ситуацию, атмосферу, среду для казахской промышленности, для казахстанской промышленности, где бы отечественный рынок для начала был бы завоеван. На 70-80% должны производиться и продаваться здесь, в Казахстане, казахские товары. Потом процент должен дойти до 80%. Здесь и административный, и таможенный барьер на первом пути, а потом кредитные пути. Например, что делают, когда турки, россияне, китайцы продают товары у нас? Они дают кредиты. Они дают кредиты тем торговым компаниям, которые покупают их товары. То есть, в принципе, очень выгодно покупать их товары, когда к государственной поддержке идет. Или когда продают нам заводы свои, опять же, правительству Казахстана дают государственные гарантии, государственные кредиты того же Китая или других стран. Получается такой очень хороший лакомый кусок, приманка. Конечно, очень выгодно построить, скажем так, иностранный товар закупить за счет той страны, которая производит. Но это же делается с умыслом. Получается, на самом деле, казахские товары никто в этих условиях не покупает. Вот так мы должны поступать по отношению к их странам. Мы должны давать кредиты тем, которые запускают нас, которые продвигают казахские товары в России, в Средней Азии, в Китае, в Турции и так далее. Такого нету. Мы должны восстановить свою промышленность. И тогда у нас будут рынки, казахские рынки с казахскими товарами. А пока вот этот бардак, который сегодня творится вокруг семьи Назарбаева, он о чем говорит? Что они просто-напросто мышиная возня идет. Одни продавцы китайских товаров выгоняются, ими заменяются другие продавцы китайских товаров, но которые, вот этот, весь, все откаты, все платы за рынки платят в семью Назарбаеву. Вот в этих условиях, какое КНБ будет там что-то выяснять, следить, допрашивать Булата Назарбаева или самого Назарбаева, Нурсултана Абишевича? Кто будет? Какой дурак, какой сумасшедший пойдет допрашивать по этому поводу Назарбаева? Или Финпол, или прокуратура, генеральный прокурор, Верховный суд, счетный комитет. Они все как кролики перед удавом будут молчать и смотреть, как сжигается новый рынок, как сжигается следующий рынок и так далее. Пока все рынки не сожгут, пока не добьются того, что там не будут построены супермаркеты Ахмеджана Есимова, Булата Назарбаева, эта ситуация будет твориться. Тот же самый Ахмеджан Есимов, он же племянник Назарбаева, он же родственник. Хайратс это балды, который через Каспи-банк выдает кредиты с дикими процентами и так далее. То есть вся вот эта ситуация, она складывается из того, что у нас олигархи захватили нашу страну, поэтому Назарбаев и его олигархат в результате революции должны быть полностью на корне уничтожены. И у нас после революции не должны появиться олигархи снова Порошенко и Бакиевой. Мы должны создать ситуацию, когда будет у нас демонополизирована вся экономика, и в то же время никакой кусок стратегической промышленности, нефтяная промышленность, горнодобывающая промышленность, металлургия не должна достаться олигархам. Она должна быть национализирована. Ребята должны получать рабочие не просто там 3000 долларов, они должны получать, как в Европе, не какой-то кусок зарплаты, который является просто подачкой с барского плеча. Надо говорить не о сумме в долларах, надо говорить о доле в прибылях, чтобы рабочие получали до 80% прибыли своего предприятия. Вот о чем должна идти речь. А все остальное – это болтовня. Поэтому вот в таком ключе и надо решать вопросы с промышленностью, надо решать вопрос с коррупцией, надо решать вопрос с рейдерством, с рэкетом и с рынками. У нас, конечно же, нужно решать вопрос с рейдерством присяжных, где бизнесмены будут себя защищать. Сегодня надо бизнесменам самим думать о себе, что в этих условиях никакой бизнес при Назарбаеве существовать не может. Она должна поддерживать оппозицию, она должна поддержать свержение Назарбаева, она должна поддержать митинги, финансировать митинги, финансировать собрания, финансировать оппозицию в каждом своем городе. Вы никуда от этого не денетесь. Вы будете, как страусы, прятать свою голову в песок, и от этого никуда не денетесь. Все равно вас кто-нибудь кинет, все равно вы попадете жертвой рэкета, рейдерства, ваш бизнес отберут, вас самих затолкают в тюрьму и так далее. Со мной несколько ребят из бизнеса в тюрьме сидели, и они говорили, да, мы читали твои статьи, и мы жалеем, что мы тебе не помогали. И вот мы сидим здесь, потому что там какой-то высокий чиновник, какой-то министр, стал его личным врагом, и все, он ничего не может сделать. Он не может обратиться ни в полицию, ни в суды, ни в прокуратуру, потому что судов независимых нет. Потому что нельзя правду найти в прокуратуре. В этих условиях, когда вроде бы все нормально, кажется для человека, но это лишь до поры до времени. У народа нищее состояние, а у этих бизнесмены почему-то себя тешит надежды, что если они могут каждый год выезжать на Мальдивы или в Турцию, что у них все нормально. Стоит вам чуть-чуть поругаться с чиновниками, с крупными, которые попытаются отнять вашу часть бизнеса, все, каюк вам. Никакой суд, никакой прокурор вам не поможет. Вы должны бороться за то, чтобы оппозиция пришла к власти, чтобы она создала такую судебно-правовую систему, когда будет суд присяжных по всем делам. Административным, уголовным, гражданским, хозяйственным делам, по всем политическим делам, особой тяжести, тяжким, средней тяжести, небольшой тяжести. По всем уголовным делам должен быть суд присяжных. Вот тогда вы сможете найти правду. Та оппозиция, которая вам это предлагает, она должна прийти к власти на ваших деньгах, при вашей помощи. Иначе все это будет болтовня, кухонные пересуды, жалобы, паскуливания и так далее. Вас будут сжигать каждый день. Вас будут ваши рынки, ваши товары, ваши контейнера, ваш бизнес все будет сжигать и отбирать эта система власти Назарбаева. Жарсен. Продолжение следует...